всем привет с вами Игорь сегодня покажу вылез на ветряк собрал его наконец-то вроде бы все подготовил в зиме тут наверху внизу еще по электрической части еще надо сделать но сегодня посмотрим то что я здесь сделал показывать я уже показывал вот этот редуктор который мы подняли так вот он крепится здесь выходит лазовский мост вот такой вот флянец переход там переход на генератор вот этот шкив тут он и был я его не снимал с этого редуктора такой вот сделал переход там гайки зажаты за вот этот флянец а тут они просто просунуты в этот флянчик приварил вот такой вот мультипликатор не знаю будет ли он работать потому что мне это он как бы не очень нравится этот мультипликатор вообще лучше всего делать без таких вот мультипликаторов редукторов напрямую прямо с этого вала на генератор это был бы идеальный вариант у меня так не получается поэтому делаю так вот передаточное число у этого мультика один к четырем получается в четыре раза он увеличивает звездочки они ничего не увеличивают и не уменьшают они одинаковые тут шестерни две большие здесь маленькая шестеренка я там мерил получается один к четырем передаточное вот ну что я вам скажу всего этого весь этой конструкции этот мультик меня смущает больше всего генератора нормальный правда там интересное такое подключение я сделал фаз и не звезда и не треугольник я в следующем видео буду снимать характеристики напряжения когда будет ветер сейчас он тоже есть но слабый будет ветер тогда покажу какое напряжение он выдает и расскажу какое там подключение фаз у меня получилось генератором я довольный ветроколесом я тоже довольный системой торможения тоже башня тоже отличная вот этот этот мультик не знаю как бы самое слабое место этого ветряка посмотрим будет работать он не будет поворотный стол как у меня еще сделан вот это вот все тут тоже инструменты всякий тут ступица уазовская одну и отрезал пол моста пустил ее сюда вот тут как бы пол моста вот этих вот они тут вот его вал или кожух вала ну где полос проходила так у нас и торчит сюда здесь и и такой хрестовиной приварил чтобы он не это вот еще собственно этот тормозной барабан к нему я приварил как это называется маховик зиловский маховик зиловский маховик большой такой массивный чугунными электродами приваривал вот а вот там он шестереночка это она опускается в самый низ труба я уже это тоже показывал как его поворачиваю на ветер от ветра ну как система защиты как одна из защит очень даже и неплохо она мне понравилось я всегда ему вот вернуть от ветра или повернуть на ветер уже хвоста у меня нет хвоста у меня нет работает он без хвостика вручную поворачиваю что еще тут показать а лебедка вот моя лебедочка который я все сюда поднимаю крон балка такая вроде так вот она крепится к уголку вверх башни тут уголок и вот здесь вот болтик гайка тут тоже здесь вот болтик гайка просто я уже собрался снимать все этот уже открутил на потом думаю дай сниму лебедочку экран балку но когда я эту лебедку снимаю ее забираю домой она не тяжелая а вот эту балку я просто переворачиваю вниз на там туда торчит вниз она в верхней торчит на эти самые же дырки и прикручиваю опять ее к башне то есть она у меня здесь всегда надо вылез перевернул и открутил перевернул прицепил лебедку вытягиваю все пускают работает тут еще и трещотка есть всякие случаи что-то работает работает вот такая простая лебедочка поддерживает большие грузы я ее генератор поднимал генератор у меня 100 кг самое тяжелое это что я поднимал генератор 100 кг редуктор этот меньше крылья тоже меньше наверное самый тяжелый генератор но сделано просто тут вот вот эта вот звездочка смопеда старая и вот это кстати тоже смопеда моего бывшего который я продал о здесь она варит наверх звездочку цепок кусок цепка а здесь вот не видно короче вот этот вот кусок цепка он попадает на зубья между зубьями и крутит вот это вот вот тут у меня сверху болт просто просунутый тут подшипника нет а вот здесь вот есть подшипник на этом валу этот вал основной на подшипнику тросик тут по моему трехмиллиметровый или три с половиной уже не помню сколько миллиметров но выдерживает крючок с фиксатором короче лебедочка я доволен могу вытащить сюда все что угодно только единственное что в прошлом видео показывал талясик мне помогал помощник нужен потому что башня у меня книзу расширяющаяся и она начинает где-то с половины башни цеплять цеплять за перемычки мои грузы приходится одному человеку помощнику снизу оттягивать груз где-то до половины башни надо оттягивать ну чуть-чуть веревочкой так чтобы оно не цеплялся дальше он уже не цепляется это единственный такой недостаточек вот флюгер вот у меня над головой сейчас крутится за шапку зацепляется такой вот кусок оцинковки согнул штырь тут вот подшипники тут подшипники самые дешевые какие-то подшипники они уже вообще раздолбались не знаю что это за подшипники мне на флюгер лучше и не надо вот такой вот у меня флюгер вот чтобы еще вам показать ну не знаю что тут еще показывать вот такой вот собрал ветряк будет работать не будет посмотрим короче в следующем видео уже когда будет ветер я его отпущу на холостом ходу замеряю напряжение из генератора расскажу какое у меня подключение фаз это три фазы я ее не перематывал этот генератор только ротор переделанный покажу напряжение которое он выдает в среднем там подключу какую-то нагрузку вот вот как-то так такой вот девайс да не нравится мне этот цепок тем более не в масле но буду вылазить мазать раз в месяц вылезу солидолом его намажу пыли тут вроде бы не будет капот у меня есть вон он закрывается вот так вот сюда накидывается на петле как бы закрывает генератор закрывает вот этот редуктор но я еще тут сделаю такой козыречек как бы над цепком с оцинковки наверное запущу прямо под эти болтики с одну сторону а сюда так вот чтоб свисало чтоб на нее солнце не светило дождь там снег не за не заметал сюда на этот цепок да ну вот такой вот у меня ветрячок ладненько все до следующего видео всем пока пока